Витаю всех, в эфире Парща Други, и сегодня в гостях у нас наистаршая Данька Михайла Добкина, Алла Добкина. Здравствуйте, Алла, рада вас видеть. Ну, а как я вам только что сказала перед эфиром, когда мы разговаривали, публикаций о вас очень много, но они какие-то совершенно... Из них вообще нельзя понять, что вы за человек, что у вас было за детство, вообще вот что вы из себя представляете. Хотя совершенно очевидно, что папа вас любит, он вами гордится. И я думала, что, наверное, это будет очень правильно пригласить именно вас в студию. Спасибо. Детство вообще, которое, ну, это я так проанализировала, вы уже не все время были вместе, да? Алла – старша Донька-політика Михайла Добкина від першого шлюбу. Разом із татом жила лише до шести років. Однако, судячи зі статей в ЗМІ та публикацій в социальных мережах, підтримка тата завжди була відчутною. Например, первая нерухомість, а саме двокімнатная квартира у Херкови, появилась у девчини в 19 лет. А как вы помните эти годы первые? Знаете, у нас как-то, к счастью, нет такого разделения, вот, жизнь, там, без папы, там, ну, как бы, ну, именно по сожительству, можно сказать так. Но он всегда максимально пытался сделать так, что он все время был рядом в любой ситуации, в радости, если что-то не так получалось. То есть, всегда был рядом. И он максимально сделал спасибо ему за это большое, что мы не чувствовали это. То есть, никакого такого острова, потому что очень многие дети говорят о том, что, вот, там, уход одной из родителей семьи, они переживают, переживали в детстве, вот, чем младше ребенок, тем острее он как-то это переживает. Вы ничего такого не помните, да? Нет, не было. Никаких таких особых реакций? Нет, такого ничего не было. Может быть, там где-то какая-то обида и была в детстве, но где-то лет 16 мы с ним так серьезно поговорили один раз, я помню, у нас диалог был. И как-то после этого мы с ним лучшими друзьями стали. Ну, судя по тому, что я читала и то, что я слышала там у Фрекордс, ваши родители достаточно самодостаточные люди. То есть, нет такого, что вот там папа, там, известный бизнесмен, политик, бывший мэр, а вот мама была просто домашняя хозяйка и так далее. Мне сказали, что ваша мама, ну, достаточно такой сильный человек. Мама, да. Да, она умная, она так достаточно жесткая женщина и тоже занимается бизнесом и так далее. Поэтому вот вы, вот для себя сейчас, когда глядываетесь назад, вы все-таки мамина дочка или папина? Под чем влиянием вы больше были все это время, пока вы формировались? Ну, влияние на самом деле было равноправное, как мне кажется. Но я не могу сказать, знаете, у меня как-то золотая середина между папой и мамой. У меня характер в чем-то и мамын. Может быть, знаете, больше вот в семейном, в семейном очаге. У меня, конечно, больше мамын, в чем-то сильная строгость бывает, конечно. А в плане работы... А мама строгая была, да? Да, мама дочка военного, дедушка военный, поэтому мама как бы у нас все было очень строго. То есть, если ты приходишь домой в 10 вечера, ну, это был очень сильный скандал. Ну, понятно, там, в поделенном возрасте. Если ты пришел там на одну минуту позже, это все. А что все? Что следовало за этим? Знаете, как для ребенка, там, забирали телефон, забирали косметику. То есть, такое, ну, банальные там какие-то приемы, но они очень в своем возрасте очень-очень нормально действовали. А вы свое отрочество, вот этот подростковый возраст, помните, как трудно или как нет? Нет, у меня не было трудностей никаких абсолютно. Правда? Да. Ну, как-то у нас с мамой находился общий язык, и с папой, ну, как-то не было такого. Я вот, когда спрашиваю об этом людей, мне иногда кажется, что я единственный человек на земле, которому было тяжело очень. Ну, я себя чувствовала страшно одиноко. Мне казалось, что меня никто не понимает, что родители меня не понимают, что с друзьями мне не о чем говорить, там, что там еще. Единственное утешение находила в книгах и то, как бы, да, и в мечтах о том, что будет когда-то, когда я вырасту. У меня было наоборот, знаете, у меня как-то так сильно все окружали любовью, заботой, что мне хотелось закрыться и никого, ну, не то что не видеть, знаете, вот, находиться в себе. Вот, ну, значит, все-таки что-то было, да? Ну, что, конечно, как у любого ребенка, что-то, ну, мне кажется, идеального детства ни у кого не было, но я не жалуюсь. А вы себе как-то представляли свое будущее? О чем вы думали? Вы думали о, там, я не знаю, о том, что вы встретите свою любовь, или что вы прославитесь, или что, я не знаю, вы будете ехать в белой машине с белой собачкой? Или еще что-нибудь такое в этом? Ну, я даже помню, здесь есть фильма «Курьер», да. Я с детства мечтала стать либо певицей, либо актрисой. У меня вот была невероятная мечта, причем у меня очень хотелось, чтобы на какие-то там мои концерты приходили родители, сидели, смотрели на меня и гордились. Вот это да, с детства. Ну, как бы я сейчас об этом мечтаю, но пока немножко в другое направление ушла. А вот Михаил человек вспыльчивый. У меня даже как бы с ним несколько моментов было таких вот, ну, потому что журналист всегда общается там с политикой. У нас было несколько моментов, когда вот я считаю, что он вспылил, и он был неправ. А вот в быту он всегда был, по-моему, справедлив? Ну, у папы характер в связи с тем, что он был очень сильно и плотно, график у него загружен. Бывало такое, конечно, что он мог ни с того, ни с сего как-то спылить, накричать. Но он очень сильно отходчивый. То есть он пройдет 10 минут, он сам перенаберет, скажет «Дочь, извини, прости меня». Ну, как бы он адекватно воспринимал каждое там свое действие, которое он делает по поводу своих детей. Ну, и по поводу всех родственников тоже. Детям, которые, ну, родители, которые, вот это первое поколение наших успешных людей, да, я не хочу говорить, богачи или еще, которые, в общем-то, дети, но получили все, что они там могли получить, да. Они получили там интересные поездки, они получили хорошее образование, возможность учиться где они хотят, они получили эти шмотки, которых не было сверстников, они получили там машины хорошие и так далее. Вот всегда есть когнитивный диссонанс, всегда есть что-то, когда, знаете, вот этот особый род инфантильности, когда человек не может себя найти, потому что ему очень рано дали то, что не нужно было давать. Была ли у вас такая проблема? Ну, кстати, вот спасибо родителям, у меня такого не было. То есть, ну, понятное дело, что там я ни в чем там не нуждалась, да, с детства, ну, это зачем обманывать кого-то, но при этом была всегда норма. То есть, ну, меня удерживали в балансе, как бы объясняли, что если ты немножко переходишь границы, но мне это пытались всегда объяснить, объясняли, и это получалось у них очень хорошо. Когда у вас появилась своя машина? Сколько вам было лет? 18 лет. 18, как только вы могли иметь права? Что это было за машина? Ну, это был Porsche, но мне подарил это мой бывший парень, это подарил мне папа, потому что он был против машины, он считал, что еще рано, вот, и подарил мой первый парень эту машину. Я спросила, знаете, почему? Потому что я запомнила, я приезжала в Харьков, ну, это было уже какое-то количество лет тому назад, и там я сидела на веране какой-то в центре ресторана, разговаривала с человеком, с которым я там встретилась, и у меня проехала какая-то там роскошная машина, скорее всего, действительно, этот Porsche, и он говорит, нет, ты знаешь, что ты поехал? Я говорю, кто? Это Алла Дубкина поехала. Ну, может быть, да. А сколько и лет? Он говорит, ну, что там, между 17 и 18. Нет, 18 лет четко мне на день рождения подарили, как бы потом права, и поехала. То есть в школе вы как бы, ну, без проблем учились, не было никаких... Нет, в школе класс у меня... Никаких плохих компаний, ничего этого не было? Нет, у нас как-то, знаешь, у нас как-то такой класс был очень дружный, все, то есть никто никого не выделял, то есть там были тоже дети политиков, и обычные ребята, ну, и все нормально дружили, и до сих пор мы дружим. Обычная школа, никакая, не специальная, не приватная, ничего? Ну, там Народная Крымская академия была, но она не была там, ну, как бы это частная школа была, но, то есть там не было, там и обычные дети учились, и дети из, там, детей политики, ну, было очень много, ну, разной полностью. Ну, все очень, и даже сейчас до сих пор мы общаемся, и... Кто решал, куда пойдете учиться? Папа. Папа решил. И что он бы вам сказал? Пойдешь учиться в университет? Ну, нет, я имею в виду про школу, выбор школы, папа тут больше, а мама, как бы, ну, мама, по-моему, прислушивалась, а по поводу университета мне он просто посоветовал, то есть, и... У меня было такого, что ты идешь туда, и все. То есть у меня был выбор, ну, я сама приняла это решение. А почему вы не поехали за границу? Ведь очень многие в вашем поколении уже достаточно, ну, как бы, свободно уезжали, там, в 12-13 лет учиться в колледж. Я знаю, но я больше, знаете, наверное, все-таки привязана к семье. Для меня, меня пытались там отправлять на три месяца учиться. А куда? Да, в Англию. Ну, я... Мне сложилось. Во сколько вам было лет, когда вы? В 12 лет. В 12 лет, да. Ну, не мое, я и плакала, и, да, и, пожалуй, умоляла меня обратно вернуться, как бы, ну, и насильно ребенка не отправлять. Спасибо тоже родителям за это, потому что я знаю случаи, когда насильно отправляют, а дети в итоге потом все равно возвращаются, и просто потеряны вот эти вот года, которые можно было учиться. Ну, конечно, конечно, потому что это же очень зависит от психики. Одни привязаны страшно к семье, другие спокойно адаптируются. Ну, как-то да, мне сложно было, мне было страшно. Знаете, вот осталось там одно... Ваше поколение, ваше поколение, я, насколько я знаю, практически во всех школах есть какие-то легкие наркотики, есть, ну, понятно, есть алкоголь, понятно, есть там еще какие-то вещи. Это, ну, сегодня это уже просто поветрие, да? У вас это было в школе? Нет, в школе это не было. У нас очень строго было. Вообще никак? У нас, ну, даже в плане сигарет, там, если взять, нас не выпускали на переменных на улице, то есть стоял все время дежурный учитель, который на входе... Почему? Не давали им свежим воздухом подышать? У нас был специальный двор для гуляния, то есть, как бы, ну, там, спортивная площадка, можно было, если хочешь, воздухом подышать, иди... Внутренний, как в тюрьме, внутренний дворик называется, и на прогулочку. Ну, может быть, из-за этого и спаси, потому что все равно, знаете, как есть... За вас боялись, вас охраняли? Ну, всех охраняли, не только меня. Вас возили в школу? Ну, конечно. С охранником? Нет, без охранника. Просто водитель, он же охранник, да? Ну, да, мужчина, который возил меня. Ну, я в то время не могла сама за рулем ездить. Сколько, до скольки лет за вами ходил кто-то? Ну, смотрите, есть ситуации, когда у папы какие-то возникают сложности в связи с его работой. Я даже сейчас могу с кем-то иногда ходить, потому что людей в нашей стране, ну, есть и странные, и неадекватные, ну, вы сами понимаете. Поэтому даже сейчас бывает период, когда я хожу с человеком, который, ну, охраняет мою безопасность. Спокойно к этому относитесь? Это дело привычки. На какой факультет вы поступили? Иностранные языки. Иностранные языки. У вас английский? Угу. С каким? Кого второй язык? Английский и немецкий. Английский и немецкий. Ну, то есть вы просто хотели иметь инструмент, но вы не считали, что это было... Что это будет вашей профессией? Так что на науке, это не мое. То есть математика, химия, физика, это не мое было изначально. И чтобы не насиловать детскую психику, решили, как бы уже, знаете, согласиться с тем, что я могу делать, и все. Ну, я просто с детства, знаете, я такой более творческий человек. Понимаю. Я как-то все время, у меня какие-то полеты фантазии. У меня самой с математикой было очень... Постоянно. Не очень. А смотрите, а вот это же интересный факт, да? Вам было 18 лет, вы были на первом курсе, у вас уже был парень, и он подарил вам Поршу. Это очень дорогой подарок. А как папа относился к тому, что вам такие дорогие подарки дают? Ой, это вообще были сложные отношения. Папа был изначально против. Этих отношений? Да. И как бы оно так все сошло на нет, можно даже сказать. Не то, что из-за папы, но тоже из-за каких-то, знаете, когда капают время на мозге по поводу чего-то, ты уже сам соглашаешься с этим. Поэтому... А вы еще вспоминаете эту свою первую любовь? Ну, знаете, ну, как любая девочка вспоминает первую любовь, но, слава богу, у меня сейчас в браке все хорошо, поэтому мне некогда вспоминать. Вам не нужно оправдываться. У каждого человека была первая любовь. Это нормально. Я вспоминаю, конечно, и много хорошего было, и плохого вспоминаю, конечно. А вот это же вчера мне отношения. Я так понимаю, что молодой человек был старше вас намного, ну, если он мог подарить позже. Да, на три года. На три года? Угу. То есть в 21 год он мог делать такие подарки? Ну, он был с непростой семьей просто. Ага. И папа ему дал деньги на подарок? Ну, он работал уже. Вот. Работал и решил подарить. А почему не сложилось? Вы же к нему хорошо относились, потому что некоторые источники, некоторые СМИ указывают, что у вас был первый брак. Ну, я так понимаю, первого брака не было никакого. Что вот этот брак, который первый? Ну, это не был брак, который сейчас у меня, да, это первое. А то просто были сразу, ну, как, три года мы встречались с ним, и все. И как-то так разошлись, он уехал, и все. Потому что папа был против? Ну, в какой-то степени, да. Сложно, ну, не знаю, как уголок, но в моей семье сложно что-то делать, если там, как бы, вся семья не одабривает этого. Ал, ну, у нас же семья, вернее, не семья, а сторона такая достаточно укладная, да. То есть, там, человек нашего круга, это не пустые слова. Всегда хотят там родители, чтобы там девочка вышла замуж за человека их круга. Там, ну, да, если это люди состоятельные, но никто не будет в восторге от того, что она познакомилась с водопроводчиком, влюбилась в него, и теперь собирается жить в однокомнатной хрущевке с ним. То есть, семья была непроста, как вы говорите, состоятельная. Человеком хорошо относился, надоел дорогие подарки, видимо, хотел быть с вами. А почему родители были против? Что их напрягло? Ну, знаете, это такие личные отношения. Мама, кстати, нет. Мама вот в этом плане всегда поддерживала. Мама все время на моей стороне была, даже если я в чем-то была неправа. Но то она и мама. Ну да, женщина. С пониманием относилась. Вот. А папа, ну, честно, ну, как бы это очень долго раскладывать, чтобы все поняли суть. То есть, это личные какие-то вещи? Ну, да, это личные, поэтому не вижу смысла это даже обсуждать. А вы вышли вот из этого всего с таким ощущением? То есть, это был какой-то важный для вас опыт вообще? Ну, конечно, ну, первая любовь, ну как, ну как для любой девочки. А если бы я вас попросила сформулировать, вот какой главный вывод сделали из этих первых, там, и хороших, и прекрасных, и травматических отношений с человеком? Потому что любые отношения, которые разорвались, это травматические отношения. Вот вы для себя решили, что что? Знаете, может быть, не в то время, не в то месте мы с ним встретились, и все в свое время должно быть. Вот. Может быть, так я это бы заключительно сказала бы. Машина осталась с вами? Даже нет, много лет прошло. Понятно. Вы учились на Эн-Язе, и понятно, что это, ну, просто инструмент, да, знание языка. Как, почему вы решили вот стать, вы же говорите, что вы всегда хотели быть актрисой. И вы даже пробуете себя, да, как модель пробуете себя. И вы там записывали клип. Почему вы для себя все-таки решили, там, для бизнеса и для жизни выбрать какую-то очень такую спокойную нишу, там, дизайнер интерьера, и у вас сейчас свое агентство. Да, я просто в Киев переехала и как-то вот с этой, в эту тему ушла. Мне очень нравилось это все. Я вначале работала арт-директором у знакомого в салоне. Вот, и потом мне как-то это понравилось, и так завертелось, закружилось, что я захотела это сделать самой. Вот, оно как бы получилось, неплохо все идет. Вот, почему не пошла сразу в такую более творческую, ну, не знаю, наверное, может, чем-то, знаете, там, испугалась. Ну, как бы еще же время много впереди, мне только 24 года, поэтому еще все может быть. Ну, дизайн интерьера, это очень серьезный бизнес по всем мире, очень серьезный. У нас больше как, у нас наполнение. Для этого, не побоюсь этого слова, нужны там знания, нужна очень хорошая школа, да, там, лучшая школа у нас, по-моему, все-таки находится там где-нибудь в Британии в этом смысле. Да, я с вами согласна, но главное, собрать хорошую команду еще. И правильно это все, что функционировало и работало. И я как бы все равно больше сейчас... То есть вы больше все-таки менеджер, чем арт-директор. Ну, да, я больше, да, я больше как бы всех собираю в кучу, и моя, как бы, моя основная сдача, это галерея картинная. То есть я больше туда ушла сейчас даже. Вот, и сейчас на какое-то время даже приостановили дизайн-проект, потому что мне больше по душе вот заниматься тем, чем занимаюсь сейчас. Искурсовом? Это же требует знаний больших. Да, но я же не выхожу на такие огромные масштабы, там, на масштабах страны. У нас пока такое, можно сказать, нестичковое. А хотели бы, потому что, знаете, ведь если говорить очень серьезно, то в Украине очень мало галерей. То, что во всем мире считается галереей. Потому что во всем мире галерея – это центр арт-жизни, да, где там происходят какие-то научные открытия, где происходят какие-то ивенты очень крутые, где законодатели мод тусуются и так далее. А у нас это просто там магазины по продаже картин, да, такие вот комиссионные. Ну да, с вами согласна. Вот, поэтому, да, поэтому вот вы бы хотели, чтобы ваша галерея такой стала прям настоящей галерей? Для этого нужны знания, то есть, ну, на самом деле очень серьезные, глубокие, а без этих знаний не получится ничего. А кто ваш любимый украинский художник? Ну, я склоняюсь больше к Васильковскому, это из тех, кто вот именно еще, как бы, можно сказать, советский называет. Но, понимаете, в чем смысл вот моей галереи? Я хочу находить именно очень молодых, там, у нас бывает, ну, по 20 лет ребятам. То есть, как бы, ну, они реально талантливые, но их не видят в силу того, что у них не просто нет денег заплатить за свою выставку. И мы, как бы, это проводим им абсолютно бесплатно и заключаем с ними договора. И потом уже, когда у них следующие выставки происходят, мы имеем с оттуда свои проценты, когда они продают это все. То есть, вот именно фишка в чем? Найти именно молодых талантов. Как бы немножко помочь им, ну, не то что развиться, а помочь им, как бы, хотя бы с чего-то начать. Вы смотрели фильм «Вход через сувенирную лавку»? Нет. Там как раз, ну, вот, об истории одной из таких галерей, и там американцы же, они гинии в этом смысле. Они считают, ну, они правильно и правильно считают, что маркетинг в таких вещах, это, ну, как бы, наше все, да. Молодые художники, это, может быть, очень такой хороший бизнес, если иметь знания, вкус и то, что называется, чуйка, да, вот чутье, и действительно талантливых людей находить. Вам кто-то помогает в этом? Ну, конечно, у меня есть штат. То есть, у вас есть, там, эксперты, искусствоведы, которые говорят, что вот это вот интересно, а вот это не очень. Да, но все равно я еще больше, может быть, это не сильно профессионально, но я еще больше на свою интуицию настроена в этом плане. То есть, если визуально мне нравится эта работа, ну, даже если она будет некрасивая, и меня будет вся моя команда уговаривать, что, ну, это, ну, это, то есть, знаете, она должна душе нравиться. Ну, это может быть, поэтому я, как бы, серьезно не позиционирую себя, как, прям, такая, знаете, огромная галерея. То есть, мы пока, пока находим свой правильный путь в этом. То есть, вы пока находитесь в стадии формирования, да, и в стадии понимания, как будет выглядеть этот дом. Что касается дизайна интерьера, я хотела вас спросить, вот вы же, как бы, выросли не в бедной семье, и вы наверняка знаете, что, там, я не знаю, любая, там, квартира, там, нью-йоркского какой-нибудь режиссера, да, и, там, квартира или дом богатого, там, украинского бизнесмена, это вообще два мира, два детства. У нас, там, любят по-богатому, большие, там, какие-то бильярдные, еще что-то, еще что-то, ну, в общем, какая-то, вот, как бы, как бы вы охарактеризовали, чем отличаются, например, там, желания и мечты богатого человека здесь и богатого человека, например, там, на Западе, да, когда он строит свое жилище и свой дом, вот, в интерьерном смысле. Ну, вы знаете, мне кажется, что, все-таки, отличие людей в Запад, от Запад, блин, запуталась. Ну, люди, которые живут в Западном мире, да. Да, потому что, они строят для себя, а у нас люди строят для кого-то, то есть, у нас все пытаются максимально показать. Для пацанов. Ну, вот, да, вот, знаете, вот, чтобы все было дорого, как-то, богато, хотя, ну, для меня красота в простоте, на самом деле, то есть, чем проще, тем оно красивее, тем оно функциональнее, и, когда пытаются удивить самих себя, то, ну, конечно, все не очень печально, потом получается. У вас есть любимый стиль? Ну, знаете, оно, на самом деле, я человек настроения, поэтому смотрят настроение. Я люблю и спокойный лофт, но в то же время, там, и могу американскую классику тоже очень люблю. То есть, смотрят, ну, на самом деле, знаете, стиль, это, это, знаете, когда выхватываешься всяких разных направлений, вот, и получается красивая картинка. Вот это вот, главное. Нет, ну, там, микс-стиль, это тоже стиль, конечно, но кто-то там любит, знаете, послевоенную Европу. Ну, я не люблю, правда, что-то четко, я люблю совмещать. Абсолютно, главное, чтобы это комфортно было для глаз и для жизни в этом доме, либо в квартире. Вы недавно вышли замуж. Да. Все писали об этом, все писали о ваших нарядах и так далее. А мне бы хотелось как раз поговорить о том, почему, ну, для себя, да, вот это как у вас, ну, был опыт каких-то отношений с другими людьми, какой вы человека искали и вообще там, хотели ли вы замуж, да, или вы не хотели, и просто сложилось, потому что вы встретили этого человека. И что для вас было важно, потому что, знаете, ведь, ну, понятно, что человек выбирает сердцем, но и головой тоже. Сердцем это чтобы любить, а вот что, какие опции у вас были заложены в голове, каким он должен быть для того, чтобы он был вам парой? Ну, знаете, я, в первую очередь, хотела не замуж, я хотела семью, вот, и деток, конечно, хочется, все в будущем будет, я уверена, в плане, как я выбирала головой, ну, конечно, мужчина должен быть, ну, работягой, наверное, слово такое немножко некрасивое, но он должен, он должен... Много работать. Много работать, он должен хотеть, чтобы там в его семье было все максимально хорошо. И как любая девочка, наверное, она выбирает себе мужа по подобию своего отца. Обраниця ли Олег Гуревич, син колишнього радника, ее тата, с питань паливно-енергетичного комплексу? Ровесник героини. Хлопцю усього лише 24 роки. У меня папа там с ранних лет работает, и, ну, максимально делал все, чтобы в семье там никто ни в чем не нуждался. Ну, Олег, у него есть потенциал, это 100%. А вы же знали его много лет, насколько я понимаю. Да, мы его с 5 лет знаем, у нас есть очень много видео, там, где мы друг друга шариками воздушными по голове бьем на всяких праздниках, ну, такие смешные. А у нас родители вместе работали. Ну, да, я знаю, что отец вашего мужа работал вместе с Михаилом Марковичем. Да, да. А что тогда перещелкнуло? Потому что, знаете, когда вот шел по улице и любовь набросилась на тебя, это одно. Нет, так не было, мы просто не общались. То есть, ну, не было точек, у нас были абсолютно разные компании, мы не общались вообще, и мы где-то в какой-то степени даже друг друга не любили. Не могу объяснить, почему. Вот меня спрашивают все, почему. Ну, как-то, ну, мы здоровались, но и все. Потом как-то так получилось. Химия. А как получилось? Ну, как-то так получилось, что мы начали находиться в одной... Ну, расскажи, что это был за день? Что это был за день? Да, это интересная история. Мы просто в одной компании начали находиться чаще, и как-то вот, как-то так получилось. Начал ухаживать, и потом все пошло-поехало. Конечно, родители были в шоке чуть-чуть. Почему? Опять Михаил Маркович не хотел? Ну, нет, папа не хотел, но просто как-то, знаете, для всех это было дико. Мы друг друга столько лет знаем, ну, хоть и заочно, но все равно. Плюс папа работает вместе, как это, ну, как бы, все равно есть какие-то, знаете, сложные. Возможности в этом плане, потому что, когда родители, у них серьезный бизнес, там, или что-то еще, то, как бы, ну, переживали, чтобы мы не ругались, чтобы это никак не отражалось на отношении их семейств. А у отцов есть бизнес совместно, да? Ну, да. Ну, так наоборот, деньги не уходят из семьи, все хорошо. Ну, знаете, когда первую информацию, когда это все услышали, конечно, был шок. А что изменилось в вашей жизни? Потому что, когда ты живешь один, в нормальных условиях, у тебя нет проблем, ну, хочешь песни, хочешь спать, ложись, знаете, знаете, а вот, а потом появится в твоей жизни человек, за которым нужно ухаживать, ему нужно, там, рубашки вовремя, химчистку сдавать, ему нужно, там, готовить есть. Знаете, когда же любишь, это все в радость делается, поэтому, ну, как, как у любого человека, жизнь поменялась, ну, семья, имеете в виду после свадьбы? Да, конечно. Ну, ответственность. Ну, когда вы начали жить вместе. Знаете, ну, ответственность за друга появляется, ну, то есть ты, как бы, уже живешь не для себя. А вы любите все вот это, то, что связано с домашней работой? Да, я очень люблю готовить. Вам никто не помогает? Ну, у меня есть женщина, которая приходит, помогает, конечно, но готовить я люблю сама, то есть у нас нет такого, что дома кто-то готовит, ну, из помощников, только я сама, он, ему очень нравится, вот. В плане, там, уборки я не могу сказать, что я, знаете, с утра до вечера сижу с тряпками, ну, такого нет, но если надо, я могу взять это все сделать, то есть это не проблема у меня. Ну, а человека же нужно принимать со всеми, знаете, вогу нужно покупать вместе с пристанями и пароходами, ну, то есть, там, с его подругами со всеми, которые не всегда нравятся, с его, там, мамой, папой, с ее, с ее какими-то родственниками, с ее какими-то заморочками, как, оказывается, она никогда пасту не завинчивает, оказывается, что на туалет дверь не закрывает никогда, еще чего-нибудь такое оказывается. Ну, вот как-то, к счастью, у нас... У вас вообще легкий характер в быту? Да, в быту, я такая... То есть, вы идеальная, вы в школе не курили, вы там... Ну, видите, бывают еще такие люди. Ничего такого вы не делали, вот, да. Я просто весы по знаку Зодиака, поэтому я, ну, как бы, я могу построиться под человека, если я его люблю, на самом деле, и... Ну, и Олег тоже в этом плане. А чем занимается Олег? У него связано, да, бизнес. Если можно, не буду сильно рассказывать. Нет, нет, я не буду вас спрашивать, ну, просто, вы понимаете... Ну, как бы, мы с ним одногодки. Когда человек говорит, что у него просто все идеально в жизни происходит, ты всегда начинаешь подозревать, что вот что-то он такое скрывает. Не, ну, конечно, бывают у нас ссоры, там, и бытовые, и бывает, время там, разъезжались мы, ну, как у всех нормальных людей, но, знаете, когда... А что вас может обидеть? Вот что вас может так сильно обидеть, что вы прям взяли свои вещи и уехали? Предательство. Может обидеть сильно, и... А ведь для каждого человека предательство – это что-то свое. Для одного предательства – это сказал, приду в 9, а пришел в 12, а для другого предательства – это сказал, приду в 9, а ты приходишь, а он уже там с другой, понимаете? Ну, вот у меня более глобальные вещи и мнения по поводу слова предательства. Вот, поэтому было все абсолютно, но когда проходит время, ты, к счастью, вспоминаешь только хорошее. Ну, как-то у меня вот, у меня так. То есть вы отходчивый человек, как папа. Да, я отходчивый, я стараюсь весь негатив отпускать, потому что если все время, знаете, он накапливается, накапливается, потом ничего хорошего не происходит. Поэтому я стараюсь как-то максимально, ну, либо сеть разговаривать и доходить уже до точки до, в которой ты не хочешь уже к этому возвращаться, как бы все все поняли, извинились и поехали дальше. То есть жизнь не останавливается. Либо, ну, ну, это не воспринимать. Но я стараюсь все равно как бы все это ускаживать. Что для вас важно, Денисна, в мужчинах, не только в вашем собственном мужчине, ну, кроме того, что там работяга, и он зарабатывает деньги. Есть же какие-то вещи, которые вас очаровывают, и там вещи, которые вам безразличны. Ну, как любую женщину, девочку, наверное, очаровывает забота и внимание. То, что я никогда не приму это хамство, знаете, когда они очень надменно начинают разговаривать. Потому что как-то у нас были такие ситуации, ну, не у меня, а именно то, что я видела ситуации, когда свой мужчина там при всех начинает как-то пытаться показать свою власть над своей, там, женщиной. Это настолько... Ну, кажется, это от комплекса. Ну, да, это настолько низко выглядит, и я никогда этого не понимала, и, слава богу, у меня такого не было. Когда мужчина не очень уверен в себе, он начинает изображать эту мечту. Ну, да, вот это я никогда не понимала. Бывает такое, что даже, там, я пытаюсь вступить в полемику с тем человеком, но это бесполезно все равно. Ну, вот сейчас, как бы, да, там, самое начало вашего пути. Вы хотели иметь, конечно, детей. Ну, конечно. Для вас важна безопасность в жизни, я думаю, как и для любого из нас. Вот когда с отцом происходят всякие истории, а с ним происходят всякие истории, Михаил Маркович человек такой яркий, то у него там какие-то истории в Харькове, то вот у него недавно тоже была там большая, да, там, какая-то история с Набу. Вот, вы, вот ваш уровень тревожности поднимается, у вас как-то вот меняется ваша жизнь, ваше внутреннее состояние? Даже не посарайте, насколько это все болезненно переносится у нас в семье. Ну, как-то, знаете, уже за многие года, которые мы вот в этом стрессе живем, наверное, мы уже адаптировались к этому, и как бы это страшно не звучало, но, потому что первое время, я помню, ну, мы, знаете, мы по стенкам лазили все, а сейчас как-то уже научились это контролировать себя, да, потому что ему нужна в это время поддержка, то, что мы будем ходить, бегать и стереть по дому, ничего, ну, как бы в лучшую сторону не поменяется, он еще будет больше переживать, как нас успокоить. Поэтому мы как-то все научились немножко контролировать себя. Мама вышла замуж? Не, мама не вышла замуж. Ну, то есть у вас же большая семья, получается, у вас много братьев, сестер. Да. Вот, вы как-то вот вместе собираетесь когда-нибудь? Все праздники, Масленица, Пасхи, Новый год, все такие семейные праздники, мы все вместе собираемся. Что вы делаете, когда вы вместе собираетесь? Ну, это в основном происходит у бабушки дома, у Алуси, и, ну, там такой детский хаос происходит, дети все бегают, взрослые мужчины все сидят, что-то там обсуждают, разговаривают на какие-то темы. Ну, понятно дело, не политики, а такие просто семейные. Вот, бабушка, конечно, любит собирать большие праздники делать. Вот, кстати, вот за это, наверное, ей спасибо. Бабушка очень прекрасно выглядит. Я видела вашу фотографию вместе с бабушкой. Вообще фантастическая женщина такая. Да, и вот она научила меня, знаете, как бы, по-другому, что мамонт вклад тоже есть, но в плане там готовки всего это бабушка. То есть там Пасхи печь, рыбу фаршировать, это все она. Вы могли бы выйти замуж за мужчину, у которого нет денег? Да. И с которым вместе нужно там зарабатывать, начинать все? Да. Могли бы. То есть для вас это не является какой-то главной опцией в жизни? Знаете, к сожалению, многие думают, что деньги – это все. Но даже когда есть деньги, ты можешь быть настолько несчастлив, что никому они нужны тогда в такой ситуации. Просто я человек, мне нужна внутренняя гармония, чтобы постоянно была. Если ее нет, то это очень плохо получается. Как вы представляете свою жизнь? Знаете, я не знаю, когда вы росли, там иногда отцы берут на себя эту функцию, иногда матери, но чаще матери. Они там с девочками разговаривают о том, что можно, что нельзя, там, что еще что-то, да, там, и вот как, кто вас знакомил с этим взрослым миром, да, там, который не всегда бывает добр, вот, кто вам рассказывал, там, что, чего нельзя делать, там, там, когда начал встречаться с мальчиками, там. Ну, это больше бабушка у меня как-то. У вас с бабушкой. Да, я просто очень много проводила в детстве времени с бабушкой, можно сказать, даже вот в начальный период, когда папа там с мамой был развод, ну, в маме там было сложно, и меня как бы отдавали бабушке. Ну, это же папина мама. Да, да. Вот, но мне там очень было классно, я очень благодарна за это, и в чем-то даже мы с ней похожа. Если у вас будут дочери, а не сыновья, вы что им будете рассказывать про взрослую жизнь, когда они будут подрастать? Вот что такое хорошо, что такое плохо? Это такой сложный вопрос, честно. Но для каждого, знаете, наверное, в своем, в каждом возрасте есть свое восприятие хорошего, плохого. Не знаю, когда родятся, тогда буду с ним думать, как разговаривать. А как меняется ваше восприятие добра и зла? Вы говорите, в каждом возрасте, вот, когда вам было 18... Вы сталкиваетесь с каждым годом, вот, все больше и больше какого-то негатива, и, конечно, ты там немножко становишься жестче, и немножко... Ну, детям что-то надо рассказывать, правильно? Дети нужно делать... Ну, смотря в каком возрасте. Немцы считают, что детям нужно рассказать все, только в какой форме, вот вопрос. Да, но главное, знаете, все рассказать, и может настолько психику травмировать, что это все плавно. Конечно, если вы будете ребенка запугивать там целенаправленно, конечно, да. Но есть ли какие-то темы, на которые вы считаете, с детьми вообще не нужно говорить? Ну, наверное, да. Какие, например? Ну, как минимум про политику точно, детям нет. Потому что сейчас очень многие... У меня просто недавно была ситуация, я стояла с компанией, а девочке 10 лет была маленькая. Ну, и ребенок начал что-то рассказывать про политику. Ну, я, честно, просто я помню свои 10 лет. Ну, у меня даже, как бы, при том, что папа там уже какие-то должности занимал, но у нас не было. То есть, ну, вообще другие цели. Ребенок должен быть ребенком. Он должен играться, прыгать в классики там и просто кайфовать от жизни. И быть счастлив. Какие вы предпочитаете каналы информационные для познания мира? Потому что кто-то любит читать, кто-то любит там кино, да, кто-то там визуалку. Кто-то там целыми днями, я не знаю, музыку слушает и просто там помешан вот на этом. Ну, потому что вот самопознание, да, и познание мира, все равно оно происходит через какие-то вещи. Кто-то любит играть в преферансы утра до вечера, и это тоже там познание мира. Я бы, если какие-то там, знаете, эмоциональные у меня происходят стрессы, и мне нужно, знаете, немножко погрузиться, это, конечно, музыка меня спасает. Причем она может быть разнообразной абсолютно. Вот, если же, да, то есть... Ну, то есть, вот какая, насколько она разнообразная? Ну, начиная, вот, вообще, очень-очень разнообразная. Какого-то там нашего зятя, украинского просто рэпера, да, никому неизвестного, там, заканчивая какими-то амбионсом и так далее, то есть мировыми звездами. Что касается самопознания, конечно же, как бы это странно не звучало, но многие вещи, которые я узнаю, там, и мне реально интересно, мне рассказывают мой папа. Вот, как бы это банально там сейчас не звучало, может, никто в это не поверит, но я люблю, знаете, сидеть и слушать, там, какие-то его рассказы, именно жизненные, и с каждого рассказа ты можешь настолько прикольного для себя опыта извлечь. Вот, ну, понятно, книжки, ну, книжки больше на отдыхе, потому что в связи с тем, что все время куда-то мотаешься, не сильно успеваешь почитать, а вечером, когда приходишь домой, хочется быть, там, с мужем поговорить, а не усесться в книжку. Это, знаю, плохо, но пока только на отдыхах. То есть читаете только на отдыхе, но путешествуете по-прежнему много? Ну, как, ну, не прям много, но, да, я люблю смотреть мир. Ну, как часто вы уезжаете? Ну, как и все люди, у нас есть и летние каникулы, и зимние каникулы, а так прям, что, ну, майские праздники. Вы свою жизнь там через 10 лет представляете здесь или где-то в другом месте? Знаете, я не знаю, где она будет, но я знаю точно, что она будет с детками и в окружении моей семьи, которая будет рядом. Опять же, для меня сложно было. Вы хотите, чтобы все были рядом прямо? Ну, хотя бы в одной стране. Папа, мама, бабушка, да? Нет, рядом, сильно близко тоже не надо, но рядом в одной стране, да, хотя бы так. Как бы для меня даже приезд в Киев был немножко сложновато, потому что я переехала в Киев, папа как раз в это время, ну, постоянно был в Харькове. И вот это, конечно, там сложно было, знаете, эти поездки постоянные, поезда, самолеты, ну, немножко утомляет. То есть вы по-прежнему, вот, судя по тому, что вы говорите, вы по-прежнему, у вас есть вот эта вот родовая привязанность к родителям, к бабушкам, к дедушкам, ну, а ведь психологи говорят, что никогда не начнется взрослая жизнь, пока эта нить не будет порвана. Ну, меня моя жизнь устраивает сейчас, как бы, я считаю, что она взрослая, у меня есть семья, у меня есть муж. Понятное дело, там, сейчас мое максимальное все внимание уходит на него. Но при этом, ну, меня так воспитали, то есть я так детей своих тоже хочу воспитывать. Должны быть ценности семейные, прежде всего, а все остальное потом. Вы говорите, что, ну, что-то естественно, что-то, как, так сказать, иногда у вас бывают размолвки. Ну, вот, я вам, смотрите, мне очень нравится этот блокнотик, это для Коли я вам передаю. Он, видите, здесь два в одном. Если, это очень, кстати, хорошая методика, ее советуют психологи. Если что-то начинается внутри, если страшно плохо, если тебе кажется, что тебя разлюбили, тебя не понимают, вот писать друг другу письма, он пишет в своей части, а вот в своей. Это просто класс. И это позволяет расслабляться, понимать друг друга лучше, потому что, как бы, любовь, это есть коммуникация, на самом деле. Да, спасибо большое. Да, это небольшой подарок от нас. Спасибо, Алла, что пришли, долго собирались, но, наконец, пришли. Еще же, друзья мои, сегодня в эфире была программа «Подши други», у нас в гостях была Алла Дубкина, а я прощаюсь с вами говорить, что говорю зазвичай. Бережите кохание. Это главное, что может быть, все иное, только бонусы. До встречи.